Живем словно в черной коробке. Жители микрорайона Арай-2 вынуждены ежедневно испытывать крайние неудобства. Уже несколько лет на улицах нет освещения, а с наступлением вечера выйти из дома целая проблема. Почему в микрорайоне до сих пор не решен вопрос освещения? Подробнее в материале. Когда же на улице зажгутся фонари? Этот вопрос уже давно волнует жителей микрорайона Арай-2. В темное время суток без фонарика здесь вовсе не обойтись. Маленькие дети, играющие неподалеку, ученики, возвращающиеся после уроков со школы или просто прохожие, постоянно ощущают опасность за свою жизнь, проходя по этим улицам. Автолюбители тоже беспокоятся, что отсутствие освещения может стать причиной трагедии. Жители микрорайона уже не раз обращались к специалистам с данной проблемой, но все безрезультатно. Сетуют они. В микрорайоне Арай-2 мы живем уже года три. Были установлены вот эти фонари. С тех пор света и не включали. В нашем дворе темно. Мы совсем не понимаем, что происходит. Установить установили, а света нет. Лампочек внутри нет. Сколько мест мы уже с соседями обошли, сколько порогов обили. И жалобы писали в прошлом месяце, но никаких результатов. Одни обещания. Выходим погулять на улицу только тогда, когда светло. Вот как детям играть. В темноте машина может задавить. Хочется, чтобы Аким услышал нашу просьбу. Вот что нам делать? Дети возвращаются со школы, взрослые с работы. И все идут по темноте. Нам нужен свет. Чтобы услышать мнение ответственных специалистов, мы пошли в городское управление строительства, которое и координирует освещение улиц, небольших участков и районов города. Специалисты отметили, что уличное освещение не включается по причине строительства неподалеку общежитий в микрорайоне Арай-2. Для безопасности жителей свет приходится отключать. В ходе тех же строительных работ были установлены столбы в массиве Арай. Поэтому уличное освещение пока не включаем. Соответственно, идёт регистрация в Министерство юстиции. После завершения регистрации он будет передан коммунальной компании. При полной передаче фонари заработают. Пока неизвестно, когда будет решён вопрос с освещением, отмечают специалисты. Поэтому жителям микрорайона Арай-2 придётся некоторое время пользоваться подручными средствами. Катерина Ивашенко, Адельбек Самаликов, 77 Ньюс.